МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Великий флотоводец. В Темникове открыли памятник легендарному адмиралу Федору Ушакову. День доброй воли. В художественной галерее прошла акция, посвященная Международному Дню Добровольца. В Сарове прошло первенство города по бадминтону. Далее расскажем обо всем подробно. В Темникове открыли памятник великому русскому флотоводцу Федору Ушакову. Его установили на площади возле районного Дома культуры и досуга. Место выбрали не случайно. Раньше там стоял Спасопреображенский собор, в котором отпевали ушедшего из жизни адмирала, прежде чем отнести его тело к месту упокоения в Санаксарский монастырь. Камень на месте памятника Ушакову в Темникове заложили еще в сентябре 2017-го. И вот спустя два года на высоком пьедестале красуется двухметровая скульптура из бронзы. Монумент воздвигли в центральной части Темникова, в парке культуры и отдыха по улице Коммунистической. Автор проекта – заслуженный художник Российской Федерации и скульптор Юрий Злотя. Легендарный полководец изображен с крестом в правой руке. В монументе воплотили многовековые традиции православной культуры и идеи сохранения памяти о героическом прошлом русского народа. Федор Ушаков является символом мужества и стойкости непобедимости российского флота. Образцом справедности он подлинный герой. И именно на таких примерах должно воспитываться наше подрастающее поколение. Воздвигли памятник на средства Российского военно-исторического общества и федерального гранта, который выиграла администрация Темникова. Большой вклад в благоустройство монумента внесли жители района. Основание постамента построили на их пожертвования. Вклад и денежный, и материальный, это и бетон, это и стройматериалы и так далее. И где-то в денежном варианте на сегодняшний момент около 290 тысяч рублей, а еще и материально где-то еще рублей 100-200. Это значительный вклад. И в общем-то люди все, все понемножку участвуют в этом. Имя адмирала Федора Ушакова много значит для Мордовии. Его мощи покоятся в Санаксарском монастыре. В Темникове полководец при жизни открыл госпиталь для раненых. Святого Феодора местные жители считают своим покровителем. На торжественном открытии бронзовой статуи собрались жители города, республики и соседних областей. Духовенство. В числе почетных гостей – представители межрегиональной общественной организации ветеранов ВМФ России. Это одно из величайших событий в истории нынешнего военно-морского флота России. И ветераны, и молодежь, и те, кто относится к людям среднего возраста, и мамы с детьми будут гулять. Уж прекрасная площадь. Летом она еще больше расцветет. Это будет место, я бы сказал, даже такого доброго паломничества. На площади, над которой теперь возвышается памятник адмиралу Федору Ушакову, планируют установить миниатюрные копии храмов, которые были снесены в советский период. Таким образом, территория станет по-настоящему историческим местом для военно-морского флота, православной церкви, жителей и гостей Темникова. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Это и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Спешите делать добро и дарить праздничное настроение тем, кто нуждается в заботе и внимании. Канал 16 приглашает горожан присоединиться к благотворительной акции «Мы помогаем». Мы – это все неравнодушные жители города, у которых есть возможность помочь одиноким бабушкам и дедушкам. Подарить им частичку своего тепла перед самым главным праздником – Новым годом. Стандартный набор продуктов – крупы, макароны, чай, сладости. Теплые слова и внимание. Что еще нужно для того, чтобы сделать счастливее пожилых людей, которых некому поздравить в новогодние праздники? Канал 16 запускает ежегодную благотворительную акцию «Мы помогаем». Сейчас непростое время и, к сожалению, у многих наших пенсионеров, которые волей судьбы остались одни в этом мире, у них просто нет возможности как-то даже побаловать себя в Новый год, купить какие-то сладости, какие-то другие элементарные продукты питания, как-то разнообразить свой праздничный стол. Наш долг – подарить им частичку праздника, подарить новогоднее настроение, как-то помочь. Дарить радость одиноким бабушкам и дедушкам нашего города стало доброй традицией. Акция существует уже несколько лет. За это время команда Канала 16 исполнила новогодние желания десятков саровских пенсионеров. В наших силах сделать все, чтобы в канун волшебного праздника нуждающиеся пожилые люди не чувствовали себя одинокими. В прошлом году я от лица нашей телекомпании вместе с Александром Михайловичем Тихоном, главой города, вручала подарок жительнице его округа. И надо было видеть лицо вот этой бабушки, которой принесли, ну, казалось бы, мелочь, продуктовый набор и календарь городской дома. Но она была так счастлива даже не сколько тому, что мы подарили ей какие-то сувениры, продукты, сколько, в принципе, вниманию. Приносить можно не только продукты питания. Теплые вещи, предметы быта и гигиены, а также праздничные сувениры станут приятным сюрпризом для старшего поколения. Все собранные презенты команда Канала 16 рассортирует, упакует и в конце декабря подарит одиноким бабушкам и дедушкам. Мы сотрудничаем с Управлением социальной защиты населения Сарова, которое предоставляет нам списки нуждающихся. В том числе мы тесно дружим с волонтерским центром «Радость моя» и гуманитарным складом, куда также приносят пожертвования, в том числе для стариков. С депутатами городской думы, которые знают людей, нуждающихся на своих округах. И также, в принципе, все жители города могут нам сообщить о своих соседях, одиноких бабушках и дедушках. Я думаю, что мы также найдем возможность им помочь. Передать продукты и новогодние подарки для пенсионеров будет несложно. Каждый понедельник во время съемок программы «Хочу сказать» в ТЦ «Атом» с 17 до 18 часов наши журналисты организуют сбор. Презенты для бабушек и дедушек также можно принести по адресу Силкино, 41, второй этаж, по будням с 10 утра. Подробная информация по телефону 60131. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. В дорожно-эксплуатационном предприятии работает горячая телефонная линия для обращения саровчан по вопросам уборки снега в городе. Звонки принимает по телефону 99218. С понедельника по четверг с 8 утра до 5 вечера. В пятницу с 8 утра до 4 часов. График механизированной уборки улицы Саровья опубликован на официальном сайте администрации. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчан призвали выходить на лед с осторожностью. Последние замеры показали, что на пруду Боровом и реке Сатис, в районе Маслихинского моста, вода промерзла на 20 сантиметров, а вот на реке Саровке менее чем на 2 сантиметра. Несмотря на то, что безопасный для перехода и катания считается лед толщиной от 12 сантиметров, во многих местах специалистами замечены подводные ключи, которые создают опасные участки. Кроме того, толщину льда замеряли в нескольких метрах от берега. Ближе к середине русла он может быть значительно тоньше. Центр поддержки предпринимательства приглашает Саровчан на бесплатный семинар хранения и обработки персональных данных. Встреча состоится в четверг 12 декабря. Начало в 11 часов. Семинар проведет практикующий юрист и бизнес-тренер Татьяна Варнавина. Более подробную информацию можно получить по телефону 992-63. Саровчанам расскажут, как пользоваться сервисом госуслуги при оформлении документов, которые выдают правоохранительные органы. Горячая телефонная линия по этой теме пройдет во вторник, 10 декабря. На вопросы горожан о госуслугах, предоставляемых информационными центрами МВД, ответит начальник штаба Саровской полиции Сергей Александрович Трусов. Звонки будут принимать по номеру 60508 с 4 до 6 часов вечера. День доброй воли. Под таким названием в художественной галерее прошла акция, посвященная Международному Дню Добровольца. Организаторами проекта выступили волонтерские объединения Сарова. Также участники акции смогли пообщаться с тренером проекта Dance for Life Аликом Кемаловым. Подробности в следующем репортаже. В нашем городе действует 26 волонтерских объединений. О своей работе добровольцы рассказали на празднике, который переурочили ко Всемирному Дню Волонтера. Также ребята пообщались с Аликом Кемаловым, волонтером Олимпиады в Сочи, международным тренером проекта Dance for Life. Это организация, работающая по всему миру для сохранения репродуктивного здоровья молодежи и профилактики ВИЧ. Алик рассказал о том, как начинал свой путь в волонтерстве и дал советы юным добровольцам. Если вы сами для себя ответите на вопрос, зачем вы что-то делаете, вы тем самым будете изменять проблемы, которые, может быть, вы видите по всей стране вокруг вас. Важно помнить о том, что все-таки исключительно от вас самих, от вашего счастья зависит то, насколько вы эффективны будете и в вашей работе, и то, как вы эффективно будете помогать другим людям. Также на празднике наградили победителей конкурса на лучшую научно-методическую разработку по пропаганде здорового образа жизни. Заслуженные дипломы получили представители добровольческих объединений за свои проекты. В номинации «Инклюзивное волонтерство» награду завоевал ученик 10-й школы Артем Белавин. Наш проект «Варить добро» заключается в том, что мы помогаем детям-инвалидам. Мы на уроках технологии изготавливаем товары народного употребления, потом это все реализуется на благотворительных ярмарках. Ну и собранные средства отправляются на помощь детям-инвалидам. Волонтерство, помимо новых знаний, опыта и интересных знакомств, дает молодому человеку море положительных эмоций. В его планах расширить рамки своей добровольческой деятельности и присоединиться к другим проектам. Легкий валанчик, ракетка сеткой два игрока. Первыми в борьбу за победу в первенстве города по бадминтону вступили ребята младшей возрастной группы. Соревнования проходили по круговой системе. Юным спортсменам предстояло провести игры с каждым участником турнира. Подробности в следующем репортаже. В секцию по бадминтону Арсения Ткачева привела мама около года назад. За это время мальчик принял участие в весеннем первенстве и стал третьим. Тогда Арсений поставил перед собой цель, что на следующих соревнованиях получит золотую медаль и поедет защищать честь нашего города в Нижний Новгород. К зимнему первенству по бадминтону он готовился несколько месяцев. Победить соперников в этом году, по его мнению, будет непросто. Понадобится максимум усилий. У каждого спортсмена на первенстве своя тактика и свой подход к игре. Лиза Волкова привыкла считать все шаги соперника наперед. Именно эта тактика помогает ей выигрывать партии в бадминтоне. Каждый раз, выходя на поле, она уже знает, какие приемы будет использовать. Самое сложное – это откидка. Это когда ты подходишь к сетке, и тебе делают скидку, то есть на сетку. Вот, и ты должен отбить и далеко. Самая задняя линия – это сено сложно. В первенстве города принимали участие более 30 детей. Их разделили на две возрастные группы – 8-9 и 10-12 лет. Соревнования проходили по круговой системе. Каждому участнику предстояло сыграть друг с другом одну игру. Каждое соревнование для ребят – это определенный опыт, как в психологическом, так и в физическом, и в технико-тактическом плане. Поэтому соревнования им просто необходимы для того, чтобы они росли и развивались в своем виде спорта. Посмотреть результаты городского первенства по бадминтону можно на сайте Молодежного центра. Праздничные платья, мужские смокинги, уютная домашняя одежда и карнавальные костюмы для детей. В магазине «Планета одежды и обуви» есть наряды для соровчан от Мал до Велика. Также там можно приобрести подарки родным и близким на Новый год и купить аксессуары, чтобы украсить дом перед самым волшебным и сказочным праздником. Если вы еще не решили, где одеться этой зимой, вам сюда. В магазине «Планета одежды и обуви» новое поступление. Здесь вам и вашей семье помогут подобрать удобную и модную одежду на время холодов без ущерба для бюджета. На вешалках и стеллажах представлен огромный выбор женских курток, актуальных расцветок и пальто разного кроя. Теплые костюмы, свитера и кардиганы, сапоги, шапки, перчатки и варежки. Совсем скоро наступит череда праздников. Новогодние наряды превратят мужчин в настоящих джентльменов, а представительниц прекрасного пола в очаровательных леди. Модели оригинальных фасонов с комбинированными тканями сделают вас звездой любой вечеринки. Одежда на предстоящие корпоративы, атмосферные фотосессии, в особенности на новогоднюю ночь, должна быть безукоризненной. Женщины найдут здесь нарядные повседневные платья, костюмы и комбинезоны. Для сильной половины человечества есть джинсы, брюки, джемперы, рубашки, верхняя одежда и обувь на любой вкус и кошелек. Красиво выглядеть хотят не только взрослые, но и дети. В магазине представлены костюмы на новогодние утренники, в детский сад и школу, теплые комфортные куртки и комбинезоны на маленьких модников и модниц. Здесь же родители могут приобрести подарок от Деда Мороза для своего чада. В магазине «Планета одежды и обуви» покупатели обрадуют не только большой выбор, но и доступная цена. А вежливые консультанты помогут подобрать размеры и определиться с фасоном. Не забудьте о новогодней красавице. «Планета одежды и обуви» также подготовила искусственные ели разных размеров, шары и мишуру, чтобы саровчане смогли создать праздничную атмосферу. Домашнему уюту в магазине уделяют особое внимание. Картины, толстые пледы, постельное белье из разнообразных материалов, халаты и полотенца всевозможных расцветок. «Планета одежды и обуви» приглашает вас за покупками в торговый центр «Куба», второй этаж, ежедневно с 10 до 20 часов. Дарья Козина, Артемий Голосков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова